Салют братва, с вами Ревас. Прямо сейчас в этом видеоролике новичку этой игры мы с вами дадим сумму в размере целого 1 миллиарда. Это будет абсолютно случайная игра, которую мы определим с помощью сайта Random.org. В сервах сейчас фуловый, онлайн почти вот тысяча человек. Игрок, которому повезёт, должен иметь уровень не более 20-го. Как я и говорил ранее, под раздачу попадут только начинающие игроки. Из самых главных правил нашего видеоролика, тот, кому повезёт, первоначально получает сумму в размере 500 миллионов. Далее, его задача в течение получаса эти деньги потратить. Если он с этим справится, тогда в таком случае он получает ещё 500 миллионов. И да, само собой, деньги необходимо потратить на автомобили, дома, аксессуары, в общем, какое-либо имущество. Не будем вообще медлить, прямо сейчас переходим на сайт Random.org. А ты, бро, не забудь поставить лайк, ну а также подписаться на мой канал. Так, давайте выставляем от 0 до 1000. Генерейт, ну погнали. 536, что у нас здесь? Игрок 14-го уровня, ты посмотри, сразу с первой попытки. Имя Гарри, копер, мужчина, уровень 14-ый, наличными деньгами 1,5 миллиона, но игрок особо не богат. Работа начальный фермер, находится в банде ночных волков, должность Карлупа, 6-й ранг. Так, используя админ-код, телепортировал данного игрока. О, проснулся. Как я тут оказался? Приветствую. Как дела? Привет, нормально, не жалуюсь. Сейчас будут ещё лучше. Прямо сейчас я передам тебе сумму в размере 500 миллионов. Твоя задача, потратить её за 30 минут. Если ты это сделаешь, ты получишь ещё 500 миллионов. Так, поверить не могу. А если не успею потратить? Если не успеешь потратить, то не получишь ещё 500 миллионов. Ну давай попробуем, а меня не забанят за махинации? Нет, не забанят. Тратить деньги можно только на тачки, дома, аксессуары и т.д. Передать просто кому-то или слить нельзя. Ну давай попробуем. Так, прямо сейчас давайте передаем ему первые деньги. Из-за того, что в трейде максимум можно передавать 150 миллионов, будем вот таким образом потихоньку всё это ему передавать. У этого игрока, как я понял, дома не было. Жил он в семейной квартире, когда мы за ним следили. Сейчас теперь посмотрим, использует ли он данные деньги, и возьмёт ли он себе личный домик. Глаза на лоб лезут. Всё, сумму в размере 500 миллионов мы ему успешно передали. Удачи, твоё время пошло. Так, давайте выдаём ему мопед. И всё, давайте скрываемся. По времени сейчас у нас 19.34. Ровно полчаса у него есть, чтобы потратить крупную сумму денег, которую мы ему передали. Так, давайте проверим. Так, с учётом комиссии ему пришло 490 миллионов. Ну давай, дружище. 30 минут в принципе это довольно-таки немало. Посмотрим, как он им воспользуется. Так, как я понимаю, он решил отправиться в город Сан-Фьера. Кстати, давайте посмотрим, через что он вообще играет. Так, подключён через ПК. Да, ему будет тогда гораздо легче. По времени пока что уже прошло 3 минуты. Не думаю, что он поедет к автобазару. Скорее всего, отправится далее в город Лос-Антос. Да, в город Сан-Фьера он покидает. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Его просто взяли и снесли. Он нормально, а ссори. О, взял ему ещё и мото отремонтировал. Да, ничего. Так, ну из-за того, что он потерял своего пекса, к сожалению, ему сейчас придётся, судя по всему, бежать пешком. Механик проехал. Ну, в принципе, место довольно-таки проезжающее такое. Думаю, кто-нибудь да и остановится. О, какая-то машина. Ты посмотри, ещё и открытая. Офигеть. Как же эта машинка просто вовремя. Так, ну, пока он катался, прошло уже целых 9 минут. Приехал до этой башни Аризона Тауэр. Прошёл на парковку. Чё, у него тачка, что ли, есть? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Да, машинка у него на аккаунте имеется. А Ларит Ти можно покупать? Да, можно. Выезжает из этой парковки на своём же автомобиле. Так, подъехал к центральному рынку, к заднему входу. Забегает в отель центрального рынка. Ну, шанс того, что он найдёт себе здесь жильё, я думаю, крайне мал. Так, заворачивает к центральному рынку. Ё-моё, плеер дисконнект. Игрок не найден. Офигеть, он вышел из игры. Так, ну, будем надеяться, он идёт в игру. Итого, прошло уже половина времени, 15 минут, всё, что случилось. Игрок заправил свою машину, это единственное, куда он потравил свои деньги. Также ещё умудрился крашнуться. О, в игру он зашёл. Появился в отеле, всё-таки смог заселиться. Нашёл себе свободное место. Это, на самом деле, очень хорошо. Капец, что у меня с игрой? Миллиард варнингов. А, его кикнул античит. Сколько осталось? Ну, по моим расчётам, ещё 13 минут. Вообще, пока что игрок никак не успевает. Так, покидает он Лос-Антос. Решил не заезжать над странный рынок. Он направляется, скорее всего, в город Сан-Фьера. Думаю, сейчас направляется к автобазару. Солёт эту машину по ГОСу. И далее будет искать себе какую-то топовую тачку. Путь на ЦР на втором этаже. Лавку открой, куплю. Так, по телефонному разговору он с кем-то разговаривает что-то купить на странном рынке. Интересно, что он задумал. Открыл шлагбаум. Так, всё, как я и предполагал, прибыл к автобазару. Автомобилей здесь очень много, практически до конца. Сейчас посмотрим, что он себе возьмёт. Пока что катается, чисто выбирает. Оп, всё, слил её, судя по всему, по ГОСу. Хэнуси Велак Лаптор 6 на 6. Оп, взял. Ну, не знаю, видимо, ему эта громадина понравилась. Лично мне, ну, как-то не очень. Я бы лучше взял бы Бугатти Дива. В любом случае, поздравляем его с первой покупкой. На аккаунте у него ещё он 418 миллионов. Как вот только он сейчас будет их тратить, у него по времени осталось 6 минут. Mercedes-Benz CLS 53. Блин, классная тачка. Но проблема в том, что из-за того, что он купил ту... Чего? Так, стоп. Он может иметь не одну машину. Капец, он купил себе этот Mercedes. Офигеть. А я-то думал, что он может иметь только один автомобиль. Статус платина. Может быть, из-за этого статуса платина он может иметь не один, а несколько автомобилей? На аккаунте у него осталось 176 миллионов. Этот парень, оказывается, не так уж и прост. По времени у него осталось ровно 5 минут. Ему ещё осталось потратить 175 миллионов. Ё-моё, куда? Нет! Всё. Вот себе и на. А так, по идее, мог успеть. По времени у него ещё целых 3 минуты. Судя по всему, он с кем-то договорился что-то купить очень дорогое на центральном рынке. Так, вон какие-то игроки. Интересно, помогут ли они ему? Давайте посмотрим. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Просто уезжают. Стой! Дальнобойщик тоже обрабанул. Просто уехал. Ну, давайте попробуем. Прямо сейчас я ему выдам напоследок мопед. Если успеет, то будем считать, ему крупно повезло. По времени у него осталось 2 минуты. Шлагбаум и всё открыто. Это очень хорошо. Пока что везёт. Давайте следим дальше. Вон он старается. Стрелочку клацает. Изо всех сил просто старается. Подъезжает. Уже подъезжает к центральному рынку. И по времени у него остаётся ещё ровно 1 минута. Так, вот смотрим вот сюда. У него ещё вот осталось 40 секунд. Посмотрите, как он бегает. Судя по всему, у него катастрофически всё жутко лагает. Его сейчас главная цель добежать до второго этажа центрального рынка. Купить себе необходимые вещи, чтобы, так скажем, избавиться от своих денег. О, Кирилл Драконос. Видимо, это тот, кто ему нужен. Капец, он ещё не подготовил лавку. Ё-моё. 20.03. По времени осталось 10 секунд. Если он не успеет, то всё. 176 миллионов. Давайте проверяем. 176. 176. Пробиваем тайм. Давайте. 176. Всё. Время вышло. Время подходит к концу. И на аккаунте у него ещё 80 миллионов. Буквально ещё 1 или 2 минут не хватило данному игроку. 33 миллиона ещё на его аккаунте. Он продолжает тратить, веря в то, что он ещё может успеть. На аккаунте 3 миллиона. Ещё 30-ку он потратил. Всё. На аккаунте осталось 717 тысяч. По итогу, на всё это, он потратил 31 минуту и 40 секунд. К сожалению, данный игрок не справился. И вторую половину в размере 500 миллионов он не получит. Потому что правило есть правило. Кидаем, давайте ему трейд. Давайте посмотрим, чего он там накупил. Так, 87 золотых рулеток. 4 серебряных. 2 платиновых. Это у нас что вообще такое? Предмет багажник. 1 ларез инкассатора. О, хорошо. Скин СиДжея. Полезная вещь. Всё из вещей. Могу транспортные средства показать. Скажи их ID. 1070 и... Так, давайте репортируем первую. Вот эту вот огромную махину. 1322. Так, ну вот этот Мэрин, я не знаю его реальные цены, но думаю, стоит он довольно-таки немало. Купил лично. Он его за 240 миллионов. Так, ты не успел за 30 минут. Ещё 500 миллионов ты не получишь. Но в любом случае поздравляю. Поскольку всё, что ты купил, останется тебе. Я в любом случае считаю то, что это определённая победа. Потому что буквально час назад этот игрок стоял у себя в ЖК Аризона Тауэр. Не имел ничего абсолютно. А теперь у него две топовые кастомные тачки. Куча рулеток. Ну а та же скин СиДжея. Да? Серьёзно? Да. Это твоё. Считай, тебе повезло. Такое везение бывает, ой как, нечасто. Спасибо. Давай братук, желаю тебе удачи. Из самых основных ошибок этого игрока было то, что в самом начале он сразу не закупился на странном рынке. Ну а та же, когда он ехал в Сан-Фьерро, он поторопился, не справился с управлением. Даже два раза использовал домкрат, он всё равно умудрился улететь в воду. И на этом потерял как минимум две минуты. Так-то игрок почти успел, ему не хватило совсем чуть-чуть. Ну и что хочется сказать напоследок. Оставшиеся 500 миллионов я определённо использую в следующей нашей серии данные рубрики. Где мы также будем помогать начинающим игрокам этого проекта. Как мы это и делали в прошлых наших сериях. Если парни, вы хотите видеть новые серии, как можно скорее, то всё что вам нужно, это поставить лайк этому видеоролику, ну а также подписаться на мой канал. И да, сразу информация люмников, которые будут вопить и ныть, то что, мол, реваз ломает экономику, давая вот так вот всем деньги. Ребят, вы должны понимать то, что эти деньги мне никто не выдал. Они не созданы с воздуха, я их не набагал. Эти деньги я зарабатывал сам и со своего кармана отдаю в другой. При передаче этого одного миллиарда экономика по факту даже немного улучшается. Потому что пока я его передаю, расходуются деньги при комиссии. Пока игроки что-то покупают, также расходуются деньги при комиссии. И вот тот же игрок, который в этой серии купил себе тачку, купил предметы на странном рынке, и там, и там была комиссия. И благодаря этим комиссиям экономика улучшается, потому что эти деньги, они просто улетают. Одно бы дело, если бы эти деньги мне бы выдали, или если бы я их создал с воздуха, тогда да. Но это деньги с лично моего кармана, который я зарабатывал. Вот, в принципе, как-то так. На этом, парни, данный ролик подошёл к концу. Скоро увидимся.